Потому что они во многом урегулировали свои территориальные претензии с Россией. Вот тут Россия полностью уступила Китая. Имеется в виду острова по Уссурии и Амуру. Там более 200 островов они передали, втихаря, причем передали Китаю и сняли вот этот покраничный вопрос. И китайцы довольны. Более того, если идет речь об аренде их территории, так больше Китая не нужно. Например, на Дальнем Востоке в местных населения 8.3 человека на квадратной километре. Ну вот. Это вот у них, даже у россиян болеть голова насчет Китая. Потому что если с точки зрения международного права, они, может, уже и отказались от претензий территориальных, то де-факто им нужен жизненный простор для того, чтобы осваивать экономическое пространство. И они, кстати, де-факто китайцы это делают путем совместных предприятий китайских. Появляется, ну если Чайна Таун появляется в крупнейших городах России на Дальнем Востоке, ну, целое поселение китайское, где один паспорт на 4-5 семей. Понимаете? И вот это они будут, они фактически будут осваивать этот, потому что вакуума в геополитике не бывает. А геополитическая игра будет продолжаться. Этот вакуум будет заселяться в Китай. А Китай будет все время заниматься этим делом. Поэтому, что Китай хитрый, что Россия хитрый, но они друг друга перехитрят. Вы увидите. Так что все будет продолжаться. Этот диффузик будет продолжаться.